Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автовиографии. Гербранд Янсен Ван Ден Экхаут или Гербранд Янсен Ван Ден Экхаут. Голландский живописец, гравер, мастер Рафорта, один из лучших учеников Рембрандта. Близко подходивший к его произведениям в своих композициях и в колорите, но уступавший в отношении тонкости художественного чувства. Экхаут был необычайно многосторонним художником. Писал картины исторического жанра, пейзажи и портреты. Я цитирую Википедию. Внес значительный вклад в создание оригинального орнаментального искусства фламандского барокко. Был «златокузнецом» в кавычках, мастером, чеканщиком и ювелиром. Он также был поэтом-любителем, коллекционером, консультантом в торговле произведениями искусства. Родился в семье ювелира в Амстердаме 19 августа 1621 года. Из книги Арнольда Хоу-Бракена, автора знаменитых жизнеописаний нидерландских художников, стало известно, что Янс Ван Ден Экхаут был учеником Рембрандта. С учеником Фернандо Болло, Николаса Масса и Гаверта Флинка он считался уступающим ему в навыках и опыте. Но вскоре он с таким успехом перенял манеру Рембрандта, что его картины стали путать с картинами самого мастера. Рано поступил в Монтверпенскую гильдию Святого Луки. Экхаут поддерживал знакомство с поэтами и учеными. Его ценили как знатока искусства. Живописец и коллекционер Геррит Ван Эйленбург использовал Экхаута в качестве консультанта при покупке и продаже картин и статус. Писал портреты, бытовые сцены и главным образом исторические картины. Многие из написанных им портретов он совершенноручно гравировал в технике афорта. Экхаут с успехом создавал оригинальные рисунки для орнаментальных гравюр в стиле фламандского барокко. Композиции художника нашли применение в творчестве многих гравюров, ювелиров и златокузнецов. Главным образом в Нидерландах и Германии. Экхаут прославился изготовлением кувшинов и торелли на высоком подножии из позолоченного серебра с рельефным чеканным декором по мотивам собственных гравюр. Ванден Экхаут не был женат, но с 1670 года жил с Марией Иван Шильперрорт, вдовой своего брата. И ее пятью детьми. Умер 26 сентября 1674 года. Был похоронен через три дня в старой капелле в Амстердаме. Вот так вкратце из переводной википедии о голландском живописце и гравюре Гербранд Янсен Ванден Экхаут. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Редактор субтитров А.Семкин